В мире Дэнди Он называется Дон Дэнди В нашем мире он анти А в мире Дэнди 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 Так, это ты, короче, будешь читать по листочку Да какие игры будут? Ну тут написано всё Я сказал, ты чё? Эй, Хелпер! Какие у меня секреты будут? Очки-демычки? Ай, ладно Вот тебе очки твои Окей, так, я готов Всё, из Гатре? А в мире Дэнди В мире Дэнди А в мире дэнди В мире Дэнди Время Дэнди В мире Дэнди Время Дэнди Вообще на Sony очень мало стратегий. Да, вот мне, например, хватит десяти пальцев, чтобы пересчитать их все. Red Dirt, Command Concur, Wargames, Warcraft Z, A-Train, Zem Hospital, Zem Park, Constructor и Transporticum. Ты забыл еще одно. Не тот палец, Олег. Civilization 2. Теперь и на Sony PlayStation. Честно говоря, когда я увидел впервые эту игру, меня потянуло выкинуть через балкон 14 этажа и смотреть, как она летит полетом птицы. Но все же, поразмыслив, немного я решил, диск-то не мой, и мне ничего не оставалось, как оставить ее в Sony и продолжать играть. И вот, поиграв минуток с десять, мне уже не хотелось выключать приставку. Мало того, я полностью, как говорится, ушел и уже не общался с этим реальным миром. И когда я очнулся, было уже 4 часа утра, а ведь 8 часов в школу, ну я так и проиграл до 7. И потом думал и думал, почему это так получилось. И вот пришел к выводу, что это самая лучшая стратегия всех поколений. Цель игры — это развить свой город со времен правления Елизаветы I и Екатерины, тоже I. До далекого будущего. Город же можно выбрать любой. И вот выстраиваете вы станции, как тут появляются варвары. И этот тут тоже есть. Конечно, надо войско создавать. Кроме того, с самого начала надо открывать все новое. Например, алфавит, письмо, кодексы законов и тому подобное. Для этого надо нанимать ученых. В общем, для каждого тела своя рабочая сила. Денег вам дается на все, ни много ни мало, 40 тысяч чего-то. В процессе развития земель или даже разведывания можно найти золото, сокровища, минералы и еще много полезных вещей для развития вашей страны. Во все дела суют свой нос советчики, но не стоит уделять им особого внимания. Но стоит уделить внимание, на мой взгляд, только этой замечательной стратегии, за которой можно провести даже целый год. Не пропустите сокровища. Четыре автобуса, двадцать три самолета, восемьсот тридцать один поезд... А больше оттальни? Деньги, что ли? Да, деньги. Я заработал. А, вот, экономикой занялся. У нас у них PlayStation? Вот именно. А по какому пути пойдете вы, решать вам. И, как вы поняли, сейчас будет парад именно экономических стратегий. Пятое место от Rain. Одна из самых первых экономических стратегий. Строй себе одни железные дороги. Вот и вся работа. Четвертое место. Старина Zem Park. Побывавший на всех платформах. На сегодняшний день игра ни чуточки не устарела. Ведь парки развлечений до сих пор приносят прибыль. Третье место. Transport Tycon. Позволяющий игроку почувствовать себя в роли транспортного магната. Перевозки автотранспорта. Железными дорогами, самолетами и пароходами. Второе место. Уже знакомый вам по прошлой передаче Zem Hospital. Игра является клоном Zem Park. Все точно так же. Только строить на этот раз придется больницу. И первое место. Конструктор. Постройте собственный район в центре города. Внимание, внимание. В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов. С большим выбором насадок. Звезды, фигуры, твиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богданов, Милинского, 33. Выберите свою указку. Вы когда-нибудь видели сочетание таких игр, как Jet Moto, Crystal Metal, Life Out? Блин, в одной игре. Я, например, не видел. Отелик, видел? Дорогие товарищи! Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить игру. Олег, ты не насилие ЗК КПСС. Давай по теме, по процедурному вопросу. Ну, понимаешь ли, извините меня, пожалуйста. Ай! Ну? Ну, за Десс и Воря. В общем-то. По названию, наверное, сразу можно понять, какого рода игра. Программисты совершенно новой компании решили сделать нечто похожее на все хиты 90-х годов. Что за взятка из Twisted Metal? Вернее, вся игра и есть зеркало Jet Moto и Twisted Metal. То есть, приходится ездить на лодках всех типов по водным просторам, взрывая своих противников и используя огромное количество оружия. Персонажей в игре не только много, но и все они такие прикольные. Вот уж действительно Дэд. Такие как пират, ковбой, полицейский, прямо аутлоу, водолаз, нечто похожее на Эдди из Текина и так далее. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кстати, разрушать вы можете все, что не попадется вам под руку. Правда, это отнимет у вас немного энергии, но это ничего. Зато эффект какой. А сколько всевозможных прибамбасов можно собирать в течение боя. Это и ракеты, и бомбы, которые когда взрываются, создают огромный эффект на воде. Невидимость, нитро, защитное поле, как в Вайпаут, мины и тому подобное. Но собирав достаточное количество боеприпасов, вы без труда подобьете любого противника. Но в том-то и дело, что в Dead in Water есть два вида игры. Это гонки и всеми любимые битвы. В игру можно играть вдвоем, либо по сети, либо на разделенном экране. В Dead in Water действительно достойная вещь. Есть гарантия, что с этой игрой вы забудете про всё на свете. Это хит. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и вознавательная программа «Мир Дэнзи». В ней есть всё, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнзи». Привет! С вами снова диджей Эйкс. Вернее, Олег. Не знаю, как вам, а мне удается сочинять настоящую музыку на этом диске «Мьюзик». На нём действительно можно сочинить такую музыку, которую не стыдно даже поставить на дискотеке. Лично мою композицию ставлю в ДП уже целый месяц. И вот она снова появилась в магазине «Роллспорт». Так что не упустите свой шанс. Создаем что? Вау-ху! Hi, Америка! Hi, boys and girls! It's me! Tiny Tank! Cue the theme song. Tinky-tinky-clinky-clinky-clinky, new from Sandtrax. Хотите почувствовать себя настоящим танкистом и управлять почти настоящим танком? О, я и есть танкист. Ты танкист? А где ж твой танк? Ой. Потерял. А он что, такой маленький? Да, совсем такой плохо. Ну давай поищем. Давай. Пошел? Нет. А ты? О, что-то есть. Вот он. Знакомьтесь, тинетанк. Приветствуйте. Новый герой Америки Тинетанк. Странный пример для идолизирования. Я бы на их месте выбрал. А прочим, у него это дело. Танк как танк, то еще и с пушкой и большим самомнением. Этот самый Тинетанк является главным героем одноименной аркады, которая покорилась от самых легимеров и продолжает еще пополнять ряды своих фанатов. Так в чем же секрет с той необычной популярностью? Он прост. Игра сочетает в себе все, что надо, хорошему геймеру. Красивую графику, подходящее звуковое сопровождение, легкое управление и, конечно же, увлекательный игровой процесс. Чего не говори, а процесс здесь действительно увлекательный. Ни минуты нельзя постоять на месте. Постоянно уворачиваешься в дражеских выстрелах. Успевая давать ответ на огонь. Ездишь, прыгаешь, летаешь. Врагов на уровне бей не хочу. Такими темпами бои иногда есть могут. Но только не здесь. Каждого противника можно разделать по-разному. Но вообще-то, когда вокруг куча врагов, как-то не задумываешься об эстатичности. Благо оружие для этих целей видимо-невидимо. Бластеры, пулеметы, ракеты, пушки, мины, мини-танчики и многое-много другое. Включая разные усовершенствования. И что самое приятное, почти все оружие можно нацепить на танк одновременно. И стрелять из всего сразу. Вы хоть можете представить себе такой убийственный оркестр? Причем, хочется особо заметить, что все оружие можно менять местами. Прибирать направление стрельбы. Таким образом добиваться максимальной эффективности данных видов вооружения. Например, отступая, можно поставить все мощное оружие на задние щитки и стрелять из него назад. Где вы только не побываете в этой игре? В пустыне, на военных базах, в снегах. Особенно мне понравился уровень на скоростных дорожках, где можно выписывать трюки типа джет-мота, попутно вращая башенкой, отстреливая всякую нечисть. Да и в общем игра вся мне понравилась. Я, поставив персовалку в сторону, опять засяду на старую и добрую PlayStation. Любиться в Тиниталк. Только в магазине Rollsport. Настоящие спортивные очки U-X. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки U-X полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки U-X не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки U-X в магазине Rollsport. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня секреты будут для игр Test Drive of Road 2 и Colony Wars тоже 2. Ах да, совсем забыл сказать, что в магазине Rollsport отделе видеоигр появился новый журнал Tricks с огромным количеством новых секретов. Tom Prider 3, Tenshook, Colony Wars 2 и многие-многие другие игры. Также в том же магазине Rollsport появились другие издания не только для Sony PlayStation, но и для Sega. Ну ладно, я отвлёсся. Смотрим секреты. Тест Drive of Road 2. Все секреты вводятся здесь на экране выбора трансмиссии. Зажать Select. Нажав R2, L2, L2, вниз-вниз, L2, L2, L1. Вы будете гонять на фургоне с мороженым. Игра, Colony Wars, Vigilance. Здесь все секреты вводятся в режиме паролей. Введите Blizzard. Активируют все секреты. Сюда входит всё оружие, все корабли, бессмертие. Оружие не перегревается, все атрибуты и многое-многое другое. Отключить же все секреты можно ввести в паролях Storm Lord. Но, к сожалению, очередной...